Ребята, всем огромный привет! Вы на канале Вечно Худеющие Татьяны. И сегодня у меня обед. Это салат с морепродуктами из авокадо. Здесь 30 грамм айсберга. Дальше здесь 100 грамм рыбки, форель. Я ее на гриле приготовила. Также здесь 150 грамм огурцов и около 120 грамм авокадо. Это все смешиваем, приправляем маслом и получается вот такой чудесный салатик. Давайте приступим. Ну, я сегодня немножко лучка купила. Давайте его попробуем. Свежий прям чувствуется с огорода. Честно говоря, впервые делают такой салат. И для меня он в новинку. Основной, конечно, вкус дает форель. Очень вкусно. Попробуйте обязательно. Сегодня у меня проционы. Утром было черешня плюс 2 ложки... Я не могу остановиться просто. Плюс 2 ложки йогурта. Дальше. У меня салатик такой. Потом у меня опять ягоды и опять салат. Кромовка такая же. Все пополам. И сегодня, ребята, хотела бы немножко ответить на вопросы. Которые мне задают подписчики. Одна подписчица задала вопросов очень много. Они в инстаграме. Кстати, если кто-то не подписан, можете подписаться. Я ссылочку вниз прикреплю. Я не уверена, что правильно почитаю ник. Копала вам Алика 42. Тебе большой привет. Первый вопросик от себя. Где ты знакомишься с парнями, если не в интернете? На текущий момент я удалилась из всех сайтов знакомств. Я нигде не знакомлюсь. Единственное, сейчас мне начинают писать уже некоторые парни в инстаграме. Внимание от парней сейчас стало побольше. Вообще, я думаю, что сейчас уже стоит немного отходить от интернет-знакомств. Потому что в интернете, как правило, сидят люди, которым нечего делать. Я даже по себе сужу. Я заходила туда, потому что мне нечего было делать. Лучше знакомиться где-то в реальной жизни. Я думаю, что сейчас, когда погода станет чуть получше, надо ходить в кафе, в какие-то заведения. Конечно, нужно держать дистанцию полтора метра. Но пострелять глазами можно и на 10 метров вперед. Поэтому я сейчас в интернете уже перестала знакомиться. Если мне в инстаграме пишет какой-то человек, я перехожу на его профиль, я вижу, что это парень, который чем-то занимается, там ведет свой инстаграм. Окей. Я могу пообщаться, и такие ситуации уже были. И последнее время тоже уже были. Вот. Поэтому только я все таким образом. Была ли в твоей жизни любовь с первого взгляда? Прямо с первого, с первого нет? Мне нравятся люди с первого взгляда. То есть ты когда смотришь на человека, он тебе симпатизирует, он нравится тебе внешностью. Но очень часто происходило такое, что мне человек нравился внешностью, а потом, когда мы начинали с ним общаться, у меня отпадало все желание. И внешность уже не помогала. Поэтому такого, чтобы я прям увидела человека и влюбилась, нет, такого не было. Ну и первый, следующий вопрос. Верю ли я в нее в любовь с первого взгляда? Я в это верю. Я верю, что может быть такое, что люди встретились и безумно понравились друг другу. Но я все равно не уверена, что это прям любовь. То есть есть такое, что вы встретились, вот увидели друг друга и понравились, у вас возникла симпатия. И потом вы все-таки должны какое-то время пообщаться, наверное, потому что ты же не знаешь, что это за человек. Если ты с ним пообщался, буквально, может, даже час, и по общению ты видишь, что это твой человек, тогда это, да, можно назвать любовью с первого взгляда. Но что касается, что было у меня, это было просто симпатии. Иногда эта симпатия была только в одну сторону. И я как бы стопорила себя немножко и говорила, Таня, найди себе другую симпатию. Вот. Иногда это было взаимной симпатией, но когда мы начинали общаться больше, мне уже что-то не нравилось. Все люди разные, поэтому у каждого ситуация своя. Пошла бы на холостяк. Нет, я бы не пошла на холостяк. Честно говоря, я даже толком не смотрела эту программу. Никогда. Тут большой сейчас вопросик. Я сейчас дожую и зачитаю. Короче, некоторые девушки считают, что когда похудеют, тогда и начнут любить себя, найдут любовь, вести начнут активную жизнь, следовать мечтам. Но по факту, когда худеют, счастья нет. Как полюбить себя здесь и сейчас, а не ждать, когда что-то изменится. Кто-то после похудения просто начинает порхать, а ведь кто-то и нет. И это реально так. То есть кто-то начинает прям любить себя очень сильно, а кто-то, похудев, понимает, что вся проделанная работа была зря, и он по факту ни к чему не пришел. Я считаю, что у таких людей была стартовая проблема, а в итоге не в весе. Потому что, если вы думаете, что похуде вы будете чувствовать себя получше, и уверены, что ваша проблема именно в этом, когда вы худеете, по мере снижения веса начинает меняться ваша жизнь и ваше вообще окружение, ваши ощущения в этом мире вообще в принципе. Вы даже будете идти по улице по-другому. Или на этапе похудения, если вы, допустим, дошли до середины, видите, что изменений нет, и вы просто насилуете буквально свое тело, а лучше вам не становится. Значит, несчастливы вы не от того, что вы толстая или полная, не от того, что все вокруг, допустим, худеют вас, а недовольство от жизни идет от другого. Поэтому нужно просто разбираться в себе. Ведь зачастую в 95% я просто в этом уверена. Да, 5% это у людей, у которых реально есть какие-то проблемы со здоровьем. Ну, 95% людей это какое-то заедание, проблем. Проблем внутренних, внутренней неуверенности. Что нет какого-то выхода другого. Поэтому может когда девушка найдет в голове какую-то проблему и решит ее, она сама просто может похудеть без каких-либо диет и усилий. очень часто у многих стресс и они идут переедать. если у вас стресс или какая-то депрессия, выместить это все в физических нагрузках. Сходите погулять, просто пройдитесь, послушайте музыку. Иногда вот когда вы идете просто по улице и слушаете музыку, нам же приходят какие-то мысли и иногда они очень-очень уникальны. салат очень вкусный. конечно когда я пожарила рыбу на гриле я ее сняла и мне уже хотелось ее просто съесть. Но нужно сделать так как нужно. Знаете, я уже говорила, что я подписана в инстаграме на девушек полных это модели которые устроили свою жизнь и им нравится полнота. Поэтому я думаю, что у каждого человека свой идеал идеального тела. Какая-то программа была «Мое тело, мое дело», по-моему женско-мужское. конечно, некоторые тела там были с перебором, но все-таки здесь важно ощущать себя в этом теле. Если ты идешь и ты порхаешь в этом весе, в этом теле, если ты умеешь себя правильно нападать, сколько, например, полных людей реально счастливых идут. Их очень много. поэтому нужно здесь наверное разобраться все-таки в голове и потом уже принимать решение о похудении. потому что я совершала ошибки, я худела и я не понимала, зачем это мне. Я худела, потому что так было навязано обществом, потому что парням нравились более худые девушки. Они смотрелись более красиво, потому что на них нализала одежда другая. Но я не понимала, зачем это мне. знаете, я хотела у вас спросить. Я вчера купила одну книгу 45 татуировок. Вот она. Она называется 45 татуировок личности Максим Батырев ее написал. Он здесь рекомендует читать ее медленно, желательно по одной татуировке в день. Но это выходит 45 дней читать одну книгу. Это честно говоря очень много. Я вчера не удержалась, я уже 4 главы прочитала. И у меня возникла идея, потому что чем дальше я читала, тем больше я узнавала в каких-то историях себя. Все разделено по главам. Название татуировки идет дальше описание. И он приводит пример из жизни, где он столкнулся с этой ситуацией, почему допустим эта татуировка стала для него важна по жизни. Я начала вспоминать свои истории из жизни. А мне честно говоря захотелось сделать мукбанги видео по части каждой из этих татуировок. То есть по мере прочтения этой книги я могу рассказывать истории жизни, где я узнавала себя и как-то интерпретировать это на себя. Поэтому напишите пожалуйста в комментариях будет ли вам это интересно, потому что это 45 видео таких. если да, пишите если просто можете поставить плюсик. Также напишите если вы уже читали эту книгу как она вам. Потому что мне порекомендовала одна подружка. Она ее уже прочитала и ей было очень интересно. Поэтому жду ваших комментариев. Спасибо что были сегодня со мной. Всем до новых встреч. Пока-пока.